привет ребятки 17 серия чародеек огненное таранье вчера дала жару ну как вчера для вас это вчера для нас целая вечность посмотрим что сегодня будет интересно у нас добавился новый персонаж еще одна престарелая тетка бывшая стража она красотка она мне больше всех реально очень она даже старости вообще какая-то сосна и женщина морщинки такие я уже забыла про него про шагана это же не шаган на самом деле это парень уилл я сейчас забыл эту информацию меня выкинулась из головы шаган да шаган он уехал да он родителям там дедушки сказал что уехал и родители такие ну уже месяц-два такие ок он уехал но он уехал он написал нам записку и был такая ну да он уехал окей но это нормально у нас вообще с чародейками все все персонажи вот все задники типа эль элеон они просто уезжают идея про то что кого-то надо вспомнить но нам кстати реабилитировались одну серию с элеон и поиском ее родителей и самой элеон полиция все-таки взялась за это дело понимаешь здесь из-за того что семье насрать я думаю дело не в том что полиции насрать просто дел о похищениях и пропажек у нас столько много они просто не успевают вот где-то ко второму сезону только дошла очередь до элеон и домой не приходит да да он просто спит на работе ищет пропавших мне какая четкая прямо к земли на аватар не аватар из мультикова ну вы поняли киоши и вы лучшие воины нерисы говорят вы черпаете силу в отчаянии короче она тоже как нериса тоже пристыжает типа и вы лучше его не стыдно подводите нерису ненависти и бабки все вы все на голодном пайке мне невыносимо что ты потешаешься над нами это его ногти до делал не в ногтях дело посмотрю в перстень какой я больше про ногти ты готова наконец сразиться сама старая подруга и еще нет как такое что сарень нерис овощи там скукожилась они же все одногодки так она в тюрьме когда сидела на горе вот видите как уровень жизни влияет на внешне на кожу влияет очень сильно сидеть на горе ничего сидите на горе насколько я понял в комментариях разъяснили как она там питалась разъяснили я ничего из этого не понял все равно там должен был там должен быть все равно быть промежуток где за ней никто не присматривались пять пять лет примерно придется нериса чувствуешь университ такая тактика она не лезет в бой на рожон в целом она этим она этим не нравится вот знаешь что-то идет не так она такая сразу мы поехали проваливали пошли мы покушать это круто обычно все тупые злодеи злодеи они здесь есть я имею ввиду нерису нериса четкая женщина и что самое классное она ее никто не стыдит то есть когда она проваливает уходе проваливает миссию уходит и и сегодня никто не стыдит она сама по себе сама в стыде живет постоянно сама бьется мы полностью разгромлены кадма может гордиться собой и это совсем не вредит моим планом видишь они сейчас расслабятся подумают что они сильные надо их держать говорить им что это по плану все ушло эти нападения то что мы отдали часть земли вот это и то что я так постарела тоже я планировала все планы я все мечтал видишь эту пену да я сколько пытался сделать эту пену это так тяжело вот все время надо просто бомбочку все время в мультике не работает это надо прям надо хорошую специальным миксером забивать просто покупаешь нормальную бомбочку мы все готовы в бой бойся беги злотей у нас одна мы поем команда я смотрел я смотрел Я надеюсь, что мы с тобой все года двадцать. Я надеюсь. Хотела никогда петь? Да успокойся. Это не у Корнелли так тусуется? У кого еще есть такой бассейн? Ну, либо это какой-то общественный. Общественный бассейн наверху, да? На крыше. А, я не обратила внимание. А, нет. Вилл побеждает. Как всегда. Остается один вопрос. Не испарится ли вода к тому времени, когда финиширует Тони Вэндом? Эй, не так уж я плох. Это кто? Мужчина. Что он с мужчином плавал? Что он мужик? Рубин, ты ее отец. А-а-а. Неудивительно, что ты его забыла. Нам показали его, и очень куца на одну серию. Да, когда они машины мыли. Первый раз, когда он появился, вечером мать открылась. Ладно, я просто охренела. Он такой, а что ты старый хер? Плавает с мужчиной, ничего. Просто я хороша. Ну, выглядит так немножко. Ну, такой. Затри на него, он такой. Да все. Результат невероятный. Он страшный. Все есть. Он страшный. Я не забыл, что моя дочь мечтала плавать на Олимпиаде. Ха, да, мечты. А сейчас недостаточно того. Он страшный. Он как, он как... Он как из мультика, знаешь, рисовка похожа на Человек-паук, вот этот мультик. Человек-паук, помнишь? Да, да, этот... Я тоже, я тоже вспомнил. Гоблин, зеленый гоблин. Да, 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 да. Мы плаваем вдвоем. Да, вдвоем. Об этом я и хотел поговорить с тобой. Прикольные ноги. Семь метров. Да ладно, пап. Я знаю, что этот бассейн не твой. Привет. Ты что-то рано? Разве? Но мы же... Неважно, я погуляю. Нет-нет-нет, просто... А что происходит? Наверное, не посмотрел на часы. Вилл, это Сарина Санчес. Знакомая. Подруга. Сарина Санчес? Жена... Не, она это... Рика Санчеса? Она латинос. Латин... Латиноамериканка. Невеста. Мне кажется. Мы скоро женимся. Рада познакомиться. Я ждала встречи с той, кого Тони любит так много лет. Вот тем мне и нравятся чародейки, что здесь есть жеза. Да, да. Разведёнки. Нашёл себе помоложе, поинтереснее, загар. Нужно ударить тебя за слово разведёнки? Но разведёнки-то могут быть и мужчины, и женщины. Ну, как будто это больше про женщин в обществе используется. Но это ты сама решай. Это ты сама решай. Мужчина тоже разведёнка, да? А как ты его назовёшь? Разведён? Это просто... Ладно, вот ты выкрутил себя. Разведу. Хорошо, хорошо. Разведыш. Какая она красивая. Прости, что не предупредил, но я... Нет, просто мне уже пора. Пока. Но мы ведь скоро увидимся, верно? Верно. Я очень рада знакомству... Сарина. Сарина? Да. Вилл, какой чудесный кулончик. Семейная ценность. Этот? Приз за сбитые бутылки на ярмарке. Да. Просто стекляшка. Но тебе он всё равно дорог. Так, Сарина, блин. Сарина, это не Риса. Она спит с отцом Вилл. Я от Нерисы. Ну, я уже всё что угодно. Это возможно. Это вполне всевозможно. Если она всё это время была... Ты вдумайся, она работает в долгую везде. Она... Блин, мне нравится Нериса. Она была и пекаршей. Она была оракулом. Она была любовницей отца Уилла. Она была... Она была матерью! Верно. Он навязал мне свою невесту. Сделал предложение, не познакомив её со мной. Ужас! Как теперь быть? Отец Калиба втюрился в Нерису, А если отец Вилл... Давай лучше вспомним, что было, когда мама Вилл стала встречаться с учителем. Да. Вилл думала, что его послал Фобос. И бедняга чуть не попал в больницу. Видишь, она тоже сидит на... Они тоже показывают. Она тоже на измене. А кто не будет на измене, когда у тебя... Когда все не Рисы. Когда все не Рисы. Потом на Рисы на Замбале охотится на бывших стражниц. Кадму и мою бабушку. Давил. Да. Да. Пора про... Она даже не слушает. Все, она сидит там в шее. Доверить, что там. Слушай, она реально очень подозрительно заинтересовалась кулоном. Но он тебе все равно дорог. Там глаза... Ты чем-то на неё похожи. Спасибо. Стражницы едины. А куда они идут? Корнелия. Порядок, бабушка. Я же... Третий должен был персонаж, который обнимает дерево. Кадма, гостеприимная хозяйка. Но бабы готовят плохо. Я уже молчу про фасоль. Что там у Рисы? А, бабы. Типа, но бабы готовят плохо. А, бабы. Что у тебя сегодня за сексистский какой-то радар обострённый? Он вообще на всё реагирует. Напали, но мы отбились от них. Впрочем, Нериса не успокоится, пока не околдуют Ян Лин и меня. Поэтому мы должны сами пленить Нерису. Ставить капканы. Действовать. Вот это по мне. У Вилл есть сердце Кондракара. А у нас сердце Замбалы. Значит, пора захватить сердце Меридианы и освободить Эллион. А, точно, ещё Эллион в кулачике. Реально вообще пройдёт. Сколько персонажей, которые пленены. Реально, мы такие, ооо, никто не сидит, не занимается. Забыли про Эллион. Ну сколько... Не, ну не забыли. Давай так, не забыли. А что они могут сделать? Надо сначала Нерису победить. Ну да, мы её частенько не вспоминаем, типа, что она сидит в заточении. Да, это просто мы забыли. Они каждый день помнят про Эллион. У нас два сердца, а у Нерисы одно. Преимущество на нашей стороне. Готовы! А есть ещё сердца? А пока мои воины будут защищать Ян Лин. С местными деревьями шутки плохи. Ладно, тогда и я лечу. Бланк с тобой! Ай! Вообще-то, Бланк, тебе найдётся дело. Такое ощущение, что сердце Кондракара, вот эта штука, у неё же тоже какое-то другое сердце этой. Замбалы. Замбалы вот этой вот. В шарике. Это что, получается, сердец, сколько планет. У каждой планеты своё сердце. Наверное, у Земли тоже, сердце Земли. Сердце Земли это... Это Беларусь. Ты должен следить за Сариной. Я ей не доверяю. Её слишком интересовало сердце. Одно имя чего стоит. Сарина. Нериса. Нериса Сарина. Догадываешься? Старая карга маскируется. А может, Сарина одна из прислужниц Нерисы. И, обхаживая папу, она метит в меня. Раскопай про неё всё. Бланк с нюхом. Бланк сыщик. Глаз на горло. Почти. От планка не скроешься. Пусечка какой. Корнелия, приблизься. Ты научишься общаться с жителями Замбала. Ах, все же умели общаться с жителями Замбала. На уровне, блин, более глубоком. А, понятно. Сейчас освоишь язык растений. Да, но, боюсь, язык растений недостаточно громкий. Сосредоточься, дитя. Все растения планеты помогут в поисках. Сердце Замбала. А что, был какой-то другой перевод? Что она покраснела? Типа, деревья помогут тебе? Такая, ууу, деревья. Нет, ну она просто такая. Мне кажется, тут какой-то был другой перевод. Возможно, фанаты знают, про что имелось в виду. Может, она намекала на отношения. Может, она намекала на накалибрь в английской версии. Типа, прислушайся туда-сюда. Ну, типа, анимации показывать смущение. Это достаточно редкое явление. Распространи нашу силу. Помоги нам услышать верных подданных. Шесть вечера. Фитнес-клуб Хезерфилда. Частный сыщик Бланк. Иди по следу. Обожаю Бланка. Любимый мой персонаж. Ему во втором сезоне не так много выделяют. От экранного времени. Я здесь, честно, скучаю. Я прям помню, сколько в первом был на нём завязан сюжетный поворот. Он и чародейки тащили. У нас, типа, такой второй сезон более серьёзный. Более мрачный. Хотя нет. Я от второго большего напряжения нахожусь. Ну да, да, есть такое. Привет, царина. Бежать на месте безо всякой причины очень странно. Острый нюх Бланка, чуять опасность. Или запах кроссовок. Бланк, подходить ближе. Может, царина получает инструкции от невиссы? Сыщик Бланк всё выясняет. Блэнк! Ой-ой-ой! Боль пронзать Бланка, как перец из маминого супа. Или как огромная железяка. Но Бланк не покидает свой пост. Бегнет. К сожалению, объект царина не очень упорно. Она ушла. Смешно. Да, это поможет. Спасибо. Мой привет, Симинан. Что слышно? Нериса и рыцари прилетели на болото Шене. Там их и встретим. Какое красивое имя Шене. И болото Шене. Там рядом болото. Шене это моё Шене. Там ещё рядом болото Дио. Что? Нериса, на земле зомбалы тебе от нас не скрыться. Да, два сердца против одного. Да, блин, вы... Да, заткни... Во-первых, не нужно говорить о своих преимуществах никогда, да? Во-вторых, это план Нерисы. Так просто они её нашли. И она такая, что? О-о-о, ну, типа, она хотела, чтобы они её нашли. Сейчас пусть какая-то западня. Это ж не Нериса. Ну, видишь, это точно не Нериса наша... Да, это... Потому что пока Нериса с нами, Санчо сейчас сидит, тренируется. Знаешь ещё что? Мне кажется, главный козырь Нерисы, что она в какой-то момент раскроет, что Шэган, это, ну, типа, парень Уилл, и это как-то должно сыграть роль. Ну, Шэган должен перейти на сторону... Не, наоборот, что они таких захватят, уже захотят убить, и типа она такая, ну, ты сейчас убьёшь своего парня на самом деле. А, ты про это? И он такая, о, нет, о, нет, и они ослабят позиции, и Нерис такой... Ну, вот я это так вижу. Ну, это реально козырь, блин. Ну. А мистер Диглз для тебя вообще шутка, что ли? Ну, блин. Мистер Диглз, пусть умрёт. Крыса поднимала, пожалуйста. Какой Калеб, крутой мальчик. Огонь! Воздух! Будешь знать, как мучить бабушку! Сегодня нам не везёт. Чудесно. Они сбежали! Видишь, им всё труднее. Думаю, мы победим совсем скоро. И завладели... Видишь, они всё, они расслабились, они в себя поверили. Это плохо. ...ещё одним сердцем. Сердцем? Так тому и быть. Вилл, хочешь владеть сердцем Меридиана? Да нет же, мы просто хотим отнять сердце у Нерисы. Это королевское мы. Это здравый смысл. Эллион потеряла власть над сердцем. Очевидно, что после спасения ей понадобится человек, которому можно верить. О, и этот человек, конечно, ты. Нет! Что происходит? Стоп! А чем я блоха? Два сердца. Столько власти в одних руках? Страшновато. Страшно? В моих руках? Эй, это ведь не я истребляю невинных. Это всё сари Нериса. Но, Вилл, ты отлично знаешь, что власть это бремя? Да, знаю. Лишь я знаю это на личном опыте. Только я знаю, как обуздывать власть. И докажу это, когда завладею сердцем Меридиана. Как-то внезапно... А, во-первых, как бы это срач начался ни с чего. Причём, знаешь, ни с чего. Эта королева Замбаллы пришла и такая, опа. Теперь у Вилл будет ещё... Не, на самом деле, как будто девочки резко начали недовольствовать. Но, с другой стороны, их недовольство оправдано. Слушай, у меня, знаешь, у меня вопрос. Случайно принцесса Замбаллы не находится под влиянием? Уже не находится ли по влияниям? Потому что такое ощущение, что она сейчас просто помогает Нерисе. Может быть, может быть. Или она, типа, не очень умная. Почему, допустим, Тарани не может хранить сердце Меридиана? Или Ирма? Или Хайлин? Или Корнелия? Нету никаких... Ой, я им говорю, управил. Нету никаких генетических предрасположенностей. Да, типа, я уже знакома с ответственностью. Звучит как херня. Звучит как очень знакомая херня. Ну, кто, если не я? Да. Уже, я 20 лет уже, Чарадейка. 20 лет. Мне нужен еще один камень. Я буквально чаразеек с колен подняла. Быстренько, камень сейчас. Блицкрик и камень у нас. Замбалу завтра. Жду не дождусь. Да, я тоже. Не терпится скорее все закончить. И что же мы торопились домой? Не скажу. Это пока тайна. Надо же. Можно подумать, она уже правит миром. Да. Одержимость власти и болезнь у всех хранительниц сердца. Вот и клиентка Бланка. Короче, это Санчос на самом деле не Нериса, а Уилл сейчас может как-то нападет на нее. И убьет. Не, ну типа, и такая, о нет, власть меня действительно развратила. Было бы классно, если бы она действительно погибла. И вот она живет с чувством вины. Потому что у главного героя, ну, лидера, должен быть какой-то драматический, отторможущий. Какой-нибудь прокурор. Как, знаешь, как у дядюшки Айра, его драматический опыт немножечко. Ну, может быть, типа такого, да. Яростная, но хрупкая, радостная, но грустная, высокая, но низенькая. Бланк, ты знаешь, что говоришь вслух? Бланк вслух, да? Только Бланк слышать. Есть зацепки. Она тут с папой. Царина здесь. Бланк ее пустить. Бланк знать, она придет. О, да, она вернулась, как запах под мышками у Бланка. Не надо подробностей. Секунду. Когда она смылась? Э, стрелка на часах на семи. Что, час назад? В это время Нериса явилась на болото. Нериса, преследовать Бланка, как мечта пиццы с двойным сыром. Бланк с Арину нужно разоблачить. Застугать ее с поличным. Сначала один слой сыра, потом толстенький второй слой. И сердце сыщика Бланка тает. Следи за ней. Удачи. Я бы хотел, чтобы Бланк действительно был самостоятельным торгашом в этом мире. Он такой, какие информации есть, но мне нужно десяток... В каком мире? На земле? На земле, да. Десяток гнилых яблок. И ты с ним договариваешься, что-то, знаешь, такой наводчик-информатор. Бланк приклеится к ней, как швачка. Как будто из ронеток. Ай-яй-яй! Классная музыка. А-а-а! Она модель! Отец, вы просто помидортички пошли. Не, она фотограф. Она фотограф модель. Ладно, забирай. Но она и себя фоткает. У нее есть инста. Давайте не будем. Она модель. Тем более, ты не сможешь фотографировать модели, если сам не побудешь немножечко модели. Ну, я... Тебе каблуком когда-нибудь наступали на ногу? Да. Но я была в обуви. А я был в тапках. Я наступила. Нет. Я. Что вы здесь делаете? Тебя стерегу, ведь я все-таки злая мачеха. Классная самоирония. А вдруг она реально прикольная? Да мне кажется, это не Нериса. Ну, ты тоже, она что, виновата, что она красивая? Она виновата, что она творческая? Ну, родители расстались, типа, все, она теперь может мутить с кем хочет. А-а-а! Да, впечатляет. Тони не говорил, что ты классно плаваешь. А так рассказал все? Не все. Любишь лягушек. Твои подруги Ирма, Тарани, Корнелия и Хайлин. Орешь на духовку, будто она живая. О, и влюблена в парня по имени Мэтт. Ух ты, я как на ладони. Вилл, не бойся. Ты можешь довериться мне. Тебе я уж точно не стану доверять Нериса. Я Сарина? Сарина. Ну да. Это бланк был? Да, это был в корзине для белья. А она все на своем лепестке парит. А что если... Так. Нериса это вот это, Зимбабве. Не, они одновременно были. Не-не-не. Так она может превращать. Не-не-не. Не-не-не. Выдали ее. Давайте поищем их. Молодец, Вилл. Да, научилась думать прян, как Нериса. Летима, устроим засаду. Мне нравится, как они подкалывают друг друга. Кстати, вопрос с властью поднимается здесь не в первый раз. Это постоянная причина для стычек. Сердце Кондракара, то, что только она может управлять. Ну, не все с прецедентом. В том, что она лидер и иногда принимает не совсем верные решения. И сердце... Причем еще прикол, что ты не можешь взять и поменять. Сдать свои полномочия. Нельзя поменяться с другими девчонками. Потому... А завтра ты его так вот... Ну да, то есть, все. Просто кто-то... Вахтой. Магическим каким-то жребием предрасположен тобой управлять. А ее не устроили нам. И ты получишь сердце. Магическим каким-то жребием предрасположен тобой. Спасайтесь, госпожа. Ваши рыцарь сдержат врагов. Нет! Мы сразимся, и я покончу с тобой. Эй, ты что, оглохла? А ну, примем бой! Рыцари на вас. Мы покончим с Нерисой. Если Нериса не сделает это с тобой, как и задумала. Он запер их в пещере. Это поправимо. Корнелия, осторожно! Я надеюсь, она их держала. Не показывала, что они есть. Ну, то есть, они знали, что они есть, но это не было. А я сидел и задавался вопросом. В прошлой же серии она нападала вместе с этими двумя. Куда они пропали? Да-да-да, конечно. И вопрос, а что можно делать призрак бестелесный? Она просто ее отвлекла. А та... Она жива, но сражаться не может. Но как же мы спасем Вилл и Кадму без нее? Так, есть вопрос. Кто спасет нас самих? Что это такое? Давай, Вилл! Времени в обрез. Быстрее, Вилл! Пусть сердце Кондракара поглотит сердце Меридиана. Да вы скачали свою Виллу! Нет! Что? Девчонки правы. Слишком много власти для одного. Незачем поглощать одно сердце другим. Мы и без этого освободим Элли. Мы освободим Элли, он лишь получил всю власть. Стой! Видите, она тоже подвлачивает. Я тоже думаю. Но на этот раз нам вот упоротые зрачки наркомана не нарисовали. Не показали. Не бойся. Мы обуздали сердца. В одних руках они будут несокрушимой силой добра. Благодарю. Все твоя гордыня. А, нет. Гордыня убедила тебя, что любая власть, пусть даже безмерная, будет тебе по плечу. Это брешь в доспехах твоей души, Катна. Нет! Одны ты станешь служить мне. Я обещаю тебе не слыханую власть, Катна. Но эта власть будет в моих руках. Смотри, печать мне рисы. Два сердца против одного. Преимущество мое. Это было круто. Тщеславие и ее брешь. Ну, это, кстати, закономерно. Это в прошлой серии даже показывалось. Одна-одна единственная. Да, гордыня. Королева целой планеты, деревьев. По-моему, Ян Лин намекала на это еще в прошлой серии. Билл, плывем отсюда. А где Катна? Не знаю. Скорее смываемся. Что меня сбило? То, что осталось от Голенор. Тарани, Хайлин, все сюда. У тебя есть план? Скажи, что у тебя есть план. Мой план? Я попробую вас телепортировать. Держитесь. Обалдеть. Она не умела так раньше делать. Разве Камень так не умеет? Камень умеет. Но в целом у них есть такая. Но она раньше это не делала. Вы где? Здесь. О, боже. Я впечатала вас в стенку. Это всегда было моим страхом. Да, да. Вот, типа, телепортация, телепортация особенно, ну ладно, во времени, нет, ну в пространстве времени. В пространстве это вообще. Ты же не можешь, как в игре, быть выдавлена за пределы коллизий. Ты можешь просто в текстуре застрять. Все, вот прикинь, ты телепортировался, а здесь раньше была гора. Внезапно. Нет, чуть не впечатала. Итак, напрягитесь, я повторять не буду. Нериса почти победила. Без боя. У нее каменоломня, кадма и почетный приз «Второе сердце». Она не забрала сердце Кондракара. И не схватила тебя. Плюс мы узнали, что ты не думаешь служить силам зла. Хм, это королевское «мы». Но Замбала без королевы, без защитницы, сточницы в родине. У меня будет королева и защитница. А как она может быть королевой и на земле? Будет как... Она научилась слушать. Как Элеон будет на два фронта сидеть работать? Да, да. А, она же, да, она может слушать через... Дану временным правителям Замбалы. И первым указом я изгоняю вас из нашего мира. Не хочу, чтобы из-за вас сюда вернулась Нериса. А, нет. Блин, мой план был лучше. Хотя, это правда странно. На планете деревьев никого нету, кроме деревьев. И, наверное, вся организация и власть должна быть у деревьев? Наверное, да. Как туда вообще... Ладно. Как туда вообще попала она? Настолько хотела власть, что вообще плевать, кем управлять. Пусть будут разумные деревья. А, я подумал, что это шутка к тому, что он увидел то, что не надо было видеть. Ты упустил ее. Она исчезла час назад. Сарина, не отглянь! Фух. У меня и так нет сил. Это меня доконает. Ясно. Вернулась недавно. Сарина, выйдь здесь. Готовить ужин. Она милая. Кто бы это мог быть? У них только пустые стаканы и свечка. Ладно, очень романтично. Она готовила есть. Ничего не доделала. В духовке. Все в духовке. Уилл? Привет, Уилл. Хотя, похоже, что они бухают просто. Да, нет, при свечах. Какой сюрприз. Причем стаканы пустые. Дальше все там вылета. Да, папа. Убедительно. Можно поговорить с Ариной? Привет. О, появились тарелки. Вы что, она за дураков держится? Не было тарелок. Привет. Вот что. Наверное, я просто эгоистка. Отец любит чужую мне женщину. Но главное, чтобы вы были счастливы. Верно? Верно. А это значит, что ты не злая колдунья. В прямом смысле. Спасибо. Надеюсь. Что ж, теперь мы семья. Значит, все будет хорошо. Вот прикол, если она реально злая колдунья. Ну, блин, такая немножко несправедливость, мне кажется. Почему? Потому что Уилл злилась на эту тетку только потому, что думала, что это не Риса. Как только она поняла, что это не Риса, она ее с радостью приняла и сказала, что теперь семья. Когда мать привела мужика, она там устроила. Нет, ты не будешь с ней встречаться. Она учитывает с отцом. Тем более, надо учитывать, что персонаж растет. Она в самом начале тоже, потом она разрешила матери. Да, да, да. Ты вспоминай, когда просто уже сам... Мне кажется, что это просто из-за того, что она, ну, у нее более такое привязанность к отцу больше, чем к матери, мне кажется. Это из-за этого. Она к обоим привязана. Она действительно, она пылит с самого начала, потом она успокаивается, просит прощения. Мне кажется, она к отцу прям максимально снисходительна. И к матери она тоже снисходительна. Нет, я тут не согласен. Насчет отношений, там же сама мать, кажется, проявила инициативу расстаться с этим учителем, с профессором. Потом она опять начала с ним тусоваться. Не знаю, просто в обоих случаях она была против. Она была против, потому что, типа, это ее учитель. Нет, ну, вначале да, а потом она была против, потому что мать рассталась с ним и сказала, что он больше с ним встречаться не будет. А потом, как выясняется, она ее обманула, Уилл, и начала с ним опять встречаться. Ладно, может быть, я не права. Просто сама, получается, она просит от дочери искренности. Это я помню весь этот замес. Ладно, окей. Но у меня все равно остается это ощущение, что с отцом она такая лана. Ну, мне кажется, она растет. Она прям делает взрослые шаги, делает. Может быть, может быть. Принимает не то, что ей нравится. Сарина человек добрый, Уилл. А лишнее любящее сердце никогда не помешает. Лишнее сердце? Что ж, верно. Прикольно. Фильм дублирован студией Пифагор по заказу. Блин, классная серия. По заказу. Студии Пифагор. Сейчас практически нету никаких филеров, никаких отклонений. Да, очень сюжет рассылается. Очень плотненько двигаемся. Мне прям это очень сильно нравится. Мне нравится, мне нравится тоже очень. Теперь у нее рис, два сердца. В чем я вообще, вот эта та сцена меня, конечно, выбила. Висит кулон у нее в руках. Не забрать этот кулон. Да, да, да. Какая-то дурость. Давайте соедини, а потом... Ну, хотя без разницы, она все равно вырвала у нее из рук этот пусох. Забери, иди там и там связывай. Понятное дело, что не риса может выдергивать всякие штуки. Кстати, а как она это сделала? Разве не риса не может то же самое сделать сердцем Кондракара? Или она как-то заговорила сердце Меридиана, что оно может ей обратно? Ну, не, знаешь как? Мне кажется, да, сердце Меридиана подчиняется ей. И, соответственно, она его притянула. И все, что к нему прилеплено, тоже. Такая логика. Ну, мне так кажется. Ну, я тоже так думаю, потому что это максимально странно. Иначе бы она так же вырвала вообще девчонок просто из того мира могла телепортировать. Она может телепортировать только то, что сама создает. То, что с ней связано. Только то, что с ней связано. И ребята, хотя я не понимаю, как это работает. Не знаю, не знаю. Ну, такое ощущение как будто. Ладно, посмотрели. Пишите ваши мысли. С удовольствием будем иметь в виду. Вдруг, я не знаю, вдруг вы что-то напишите такое. Лайк хотя бы поставьте. И будет уже хорошо. Спасибо, что посидели с нами. Это прям реально восторг. Нам понравилось. Нам понравилось. У нас все меньше и меньше остается серий до финала. Я думаю, что вскоре мы все будем очень громко плакать. Реально, очень много классных проектов. Просто были выдавлены по каким-то абсолютно непонятным причинам. В смысле выдавлены? Ну вот, допустим, у нас закончился... А, почему не сняли продолжение? Хотя оно прям просится. В третьем сезоне. Вот уже у нас второй сериал, которому не сняли продолжение. Типа Искатели, Чародейки. И реально обидно, потому что такое... Хочется, охочется. И типа третий сезон этих русалок нахрена снят. А ты вообще... Да, да, да. Это прям поразительно. Причем, что... Если бы там остановились на втором сезоне... Было бы ок. Ок. Странные люди. Пока, ребятки. Пока.